Подготовка к калядованию – процесс серьезный. Мало выучить специальные песни калядки, нужно еще продумать костюмы. Для женщин и мужчин они яркие и красочные. Детям, как правило, отводится роль зверей. Отморяйте борода! Открыли дверь! Это веселый праздник, мне он нравится. Я каждый Новый год хожу калядовать. Можно ходить по улице, заходить к людям в гости, говорить им хорошие слова. Калядовать – это для меня соблюдение традиций старинных. Чтобы наше потомство тоже это соблюдало и это никогда не забывалось. История этого праздника идет с покон веков и, считаю, должна передаваться из уст в уста нашему подрастающему поколению. Очень трудно сейчас детям рассказать о народных праздниках. Дети переодеваются в костюмы, которые делают сами. Одевают старинные юбки, платки, одевают маски и идут с веселым настроением, с хорошим настроем к людям, чтобы им дать тоже добро и счастье. Ребята из фольклорных ансамблей «Иван да Мария» и «Ручеек» подготовили две калядки. Это «Каляда» – в песне желают всех благ щедрым хозяевам, и «Овсень», где в шутку угрожают жадным людям. Жители поселка Большое Полпино охотно делились с ряжеными сладостями и добрыми словами. Всего вам доброго. Живите долго-долго и веселите нас и деток всех. У нас традиции в нашем поселке. Каляда к нам ходит, радость, удачу приносит. Мы очень рады, мы чтим, поддерживаем, всегда рады, угощаем. Открывать калядующим нужно, говорят руководители Дома культуры. И бояться не стоит, ведь дети в калядках желают блага хозяевам. И культурные традиции нужно сохранять и беречь. Екатерина Пормонова, Владислав Пескунов, События Брянск.